И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик. Вчера у нас вышел первый видос, связанный с мышкой. Если вы его ещё не посмотрели, то обязательно посмотрите. А всем тем ребятам, кто уже его посмотрел, я могу выразить свою благодарность. Спасибо, что поддержали, спасибо, что цените какие-то новые темочки, которые я пытаюсь для вас донести, что-то показать. И определённо мы будем продолжать, определённо мы будем пытаться теперь уже полноценно нагибать на мышки. Вчера я уже чуть больше поиграл, уже на стримасике вы могли, если были вечером, видеть, что уже потихонечку начинает что-то интересное получаться. Я, безусловно, этому рад. И сегодня я решил поиграть, наверное, в одном из самых любимых режимов моём в игре. До какой-то степени он таким являлся. Сейчас он не совсем так уж актуален для меня. Возможно-таки для вас это очень интересный режим. Это, конечно же, Джиггернаут. Я ни разу ещё в нём не катал, не показывал вам его. Что-то можно будет делать. И, по сути, сегодня, так как видеоролик у нас связан уже полноценно с мышкой, и я в какой-то степени ещё тоже учусь. Мы залетим в этот режим. Понадеюсь я на то, что я смогу как можно дольше жить на самом Джиггернауте. Ну, а для вооружения, я думаю, что стоит взять сегодня Хорна Тажигу и попробовать уже раскрыть именно не то вооружение, на котором я буду играть, то есть вот на котором я условно войду в эту катку, а именно Джиггернауте, и будем надеяться на то, что мне его будет давать и будет возможность как можно дольше поиграть на данном уникальном вооружении. Безусловно, в какой-то степени всё зависит только и только от меня. Если мне его дают, то насколько долго я буду сидеть, это зависит от того, как я буду вообще в принципе играть. Если я буду играть более-менее аккуратно, более-менее правильные вещи делать, то, соответственно, то и жить я буду тоже дольше. Закидывает меня на довольно-таки удобную, наверное, карту для меня и сегодня первый бой на мышке. Это, конечно, тоже... Наверное, надо будет сейчас первую каточку немножко привыкнуть, потому что я чувствую, что я уже на большие расстояния сейчас буду начинать, наверное, мазать. Но будем надеяться на то, что, в принципе, в этом плане всё будет нормально. Я, конечно же, друзья, почитал ваши отзывы, почитал то, что вы пишете в комментариях под данным видеороликом, про то, чтобы я зажимал правую кнопку мыши, дабы поворачивал когда камеру, дабы у меня башня в другую сторону не смотрела, чтобы я, ну, как бы, не тратил потом значительное время на поворот башни. Безусловно, друзья, спасибо вам за ваши дельные советы, но также нужно понимать то, что всё это будет зависеть в какой-то степени от привычки моей игры, да, то есть как только я буду себя чувствовать комфортно и уже привыкну полноценно играть на мышке, то я думаю, что уже тогда я смогу даже вам какие-нибудь уже советы, возможно, в какой-то степени дать и рассказать то, с чем я столкнулся. Но пока я тоже в какой-то степени учусь, хоть и, в принципе, уже за довольно маленькое продолжительное, за короткий срок времени, так будет, наверное, более правильно, уже потихо и начинает что-то получаться, и я, безусловно, этому рад. И в какой-то степени я сегодня ещё прочитал один интересный комментарий, в котором подписчик или зритель, возможно, и подписчик, и зритель одновременно, написал один интересный комментарий по поводу того, что мне переучиться играть намного проще, то есть в том плане то, что я пересаживаюсь с одной руки, как я играл, мне взять просто во вторую руку мышку, это намного проще, чем человеку, который играет двумя руками, например, управляет стрелочками, а потом пересаживается на игру на мышке, ему нужно уже полностью менять весь план своих действий и полностью менять управление. То есть в этом плане я согласен, что мне намного проще, нежели тем игрокам, которые играют двумя руками, ещё и если они играют стрелочками, получается правой рукой и левой рукой, они, например, там нажимают на поворот башни и на пробел. Поэтому с этим я, безусловно, соглашусь, но в какой-то степени, я думаю, что и тем ребятам, которые играют не с такой правильной раскладкой по управлению, тоже можно чуть-чуть подольше, конечно, но всё это дело переучиться, и у них тоже будет всё отлично получаться. Что касаемо каточки, иду я на первом месте, не сказать, что я здесь куда-то выдвигаюсь, куда-то что-то пушу, играю довольно-таки аккуратно, потому что, как я уже и сказал, я хочу сегодня в данном видеоролике больше поиграть на самом Джиггернауте, нежели просто поездить посливаться, то есть, условно говоря, если бы я сейчас бы стримил, то я бы уже давным-давно слился, потому что я не любитель вот так вот сидеть, ну, знаете, на одном месте, постоянно стрелять, но так как это видеоролик, и так как вы тоже в какой-то степени хотите видеть новые определённые вооружения, ну, а Джиггернаут это уникальный танк, и, по сути, если я сейчас начну рашить, то я на нём играть не буду, потому что, если я, например, слил бы, там, Джиггернаут, как раньше в ДМке, и мне бы его дали, то здесь такой возможности у меня не будет. Интересно, почему туда прострел только не проходит? Я что-то не могу попасть. Давайте я прицелюсь, всё равно не летит. Но, боже, что за ерунда? Не попадаю я. Хочу очень сильно попасть, но там какая-то... О, попал. Ерунда происходит. Давайте отсюда ещё накинем. Ну, на какие расстояния, конечно, друзья. Не каждый раз я здесь определённо попадаю, и можете меня за это говорить, что я нуб и крабик, который не может попасть. Но я с вами, безусловно, с этим соглашусь. Ну, карта такая для разминочки. В принципе, очень даже неплохо подходит, дабы я поиграл на больших расстояниях, дабы я немножечко привык к этой дальности и понял вообще, насколько грамотно мне надо стрелять и переводить, например, прицельчик. Ну, и чувствовать вообще мышку. Определённо на таких картах нужно подольше поиграть. И также, я думаю, что стоит поиграть на какой-нибудь парме. В хоре рельсе последнее время я катаю. Ну, и думаю, что в ближайшее время тоже переместимся на такие интересные карты, где я смогу уже как можно больше раскрывать игру на мышке. И, ну, чему-то определённо учиться новому. Потому что для меня сейчас, можно так сказать, каждый день это какие-то новые ощущения. Это то, с чем я ещё, наверное, таки не сталкивался в какой-то степени. Поэтому не всё так идеально и нагибаторски выглядит. Ну, что касаемо опыта, я здесь, наверное, стабильненько своё первое-второе место заберу. Если смотреть на это всё дело с точки зрения звёзд, то я думаю, что здесь ничего сложного в принципе быть не должно. Но у меня какими-то моментами ощущение то, что я стреляю уже лучше, чем на клавиатуре. Не знаю, как это происходит, но какие-то такие моментики у меня уже проскакивают, что получается стрелять даже лучше. Хотя, по сути, я сейчас играю только вот второй полноценный видеоролик. И если считать по стримам, то ну, как бы второй день, грубо говоря, я катаю. На данной мышечке и уже в принципе выкупаю всю эту фишку. И вроде как уже не так уж и печально, как в первый день у меня всё это дело получается. Остаётся одна минута. Не знаю, насколько интересный геймплей у нас получается. Здесь, наверное, больше хочу расстреляться. И следующую катку я надеюсь, что уже будет такая более агрессивно сыгранная мною битвочка. Ну, надеемся, конечно, на карту. Здесь просто стадион. Я не вижу смысла здесь просто никакого пушить. Если я пойду пушить, то я подведу свою команду. И, соответственно, возможно, мы проиграем этот бой. И ничего хорошего в этом определённо не будет. 23 килограмма я набил. Но это, в принципе, неплохо. Я не знаю. Это реально у меня так неплохо получилось. Либо же противник просто дал мне спокойно стрелять. В общем и целом, вроде как количество промахов потихой уменьшается. И это... И это, безусловно, круто. Это, безусловно, круто. Катка у нас подходит к концу. Ну и отправляемся в следующий бой. Первый. Довольно-таки неплохой. Довольно-таки в какой-то даже степени удачный боёчек. 400 опыта. И 2-0. Пойдёт. Едем дальше. Надеемся сейчас на какую-нибудь небольшую карточку. Потому что хотелось бы уже попередвигаться по карте. А не просто стоять на одной позиции. Дабы уже немножко пополноценнее пораскрывать эту мышку. Ну вот. В принципе, тоже неплохая карта. Но играть я скажу, что сразу буду немножко посейвовей. Как я уже сказал в начале данного видеоролика. Дабы не сливаться. Но я думаю, что на какие-то вот такие вот позиции определённо выезжать можно. Дабы противник меня начинал пушить. Одна рельсочка уже есть. Отлично. Вторая тоже залетает. Тут я не попаду. А вот сюда можно попасть. Отлично. А тут уже голдик на карте у нас. Голд это, конечно, хорошо. Но, наверное, это не то, что приведёт к победе в этой катке. Определённо. Что касаемо кемперства, друзья, определённо здесь нет ничего сложного. А вот что касаемо уже каких-то резких движений, то здесь уже возможны какие-то определённые проблемы, с которыми я буду сталкиваться в дальнейшем. Пока что вроде как всё довольно-таки неплохо. Есть овердрайв по центру. Можно его забрать, в принципе. И я так думаю. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ё-ё-ёй, корпус развернуло. Это очень плохо, если честно. Что мне сейчас уже сбили овердрайв, и очень зря я вообще выезжал на этот центр. Надо сейчас более аккуратно поиграть, чтобы меня никто там не запушил. Кто-то в поле рельсы ещё там стреляют. Почему нет прострела? А, вот есть. Немножко неправильно корпус просто распределяю за счёт непривычности в какой-то степени. И иногда вот получаются такие неопределённые моменты, когда я просто промахиваюсь. Джиггернаут, вражеский был слит. А это значит, что в принципе в какой-то степени можно было бы сейчас отправиться его пушить. Ну, рисковая, конечно, темочка. Давайте пока ещё немножко поаккуратней сыграем, а дальше уже если противник нам даст поатаковать ближе к концу этой катки, я думаю, что сыграем в стабильный агрессивный стиль игры, который я люблю постоянно делать. Я думаю, что удастся запушить Джиггернаута вражеского. Кстати, я что-то как-то особо не сводился ещё до сих пор. Немножко посводиться возможно? Нет, друзья? Как вы считаете? Стоит посводиться? Или пока что просто постреляем по одному выстрелу? Пока без сводочек. Сейчас у меня, кстати, парень не взлагал. Сейчас у меня, кстати, уже появится овердрайв, и тогда можно будет пытаться уже накидывать урон неплохой. Что-то происходит? Какие-то лаги? Что с этой игрой не так, друзья? Объясните мне, пожалуйста. отлично. Неплохой выстрел залетает. Я пока что... А! Я понял. У меня уже крит ошибка, друзья. Если вы видите. Возможно, в какой-то степени стоит уже сейчас прямо сыграть поагрессивней, так как я не вижу двух противников, и... наверное, стоит попробовать хотя бы слить джаггера, потому что иначе я сейчас просто не то чтобы подведу команду, но никакой пользы я не принесу и просто уйду с дэлитом. Обидно. Досадно. И... я немножко не понял, как это этот парень не отлетел. Давайте мы лучше обновимся, дабы сейчас меня на каком-то неприятненьком моментике там не взяло бы и не откинуло, не критануло. Вдруг это будет, например, конец каточки, там останется буквально там 10 секундочек, а меня возьмет, кикнет. Поэтому... Ну, не судьба В какой-то степени, но рискнуть надо было Рискнуть надо было, определённо Я не ожидал, что Этот овердрайв у данного Игрока имелся Вообще в принципе Но если он и имелся, то я не думал, что он меня возьмёт И так просто перевернёт Поэтому пора уже Три минутки до конца и пытаться врываться Определённо врываться А, у него ещё один овердрайв Ну, это называется, знаете как Называется Добрый вечер Я иду на Джиггернаут, а у меня команда Не знаю, что делает Я не знаю, что она делает Я не знаю, что она делает, если я дважды заехал На протяжении где-то Минутки-полторы и два овердрайва Он пожал именно исключительно на меня Не знаю, возможно это конечно совпадение Но я конечно так не думаю, что это совпадение Редкость какая-то определённая Это значит, что скорее всего Наша команда не атакует И скорее всего наша команда просто Не едет наносить большое количество Дэмэджа по противнику А где Джиггер? Где же Джиггернаута, друзья Где Джиггернаута? А, вот, Джиггернаут отдыхает Джаггер отдыхает А как у неё так быстро овердрайв копится? Возможно ему кто-нибудь раздаёт овер? Диктаторов у них вроде не было Друзья, напишите по этому поводу в комментариях А как так у Джиггернаута уже за Буквально 30-40 секунд уже Третий там овер прожимается Как это делает этот молодой человек? Я немножко просто не понимаю Возможно я что-то в этой игре не шарю Но как-то по мне это очень странно выглядит Как это так быстро у него здесь овердрайва Копится, давайте, 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 давайте Отлично Кто-то давил Не я, жалко, конечно, в какой-то степени Но главное, что мы повели в каточки 2-1 имеется 40% овердрайва 2 минуты И надо, как бы, было бы неплохо ещё Подрашить и сыграть более грамотно Хотя бы в одном заходе Дабы выиграть этот бой Потому что, безусловно, мы, друзья, играем на победку Сейчас вот наш Джиггер неплохо справился с противником Но при этом только же ушёл на резк Это в какой-то степени не есть хорошо Но определённо, я думаю, что шансы на победу есть И сейчас просто надо врываться Определённо врываться Дамажить И пробовать, пробовать, пробовать Пол хп где-то остаётся Давайте я напишу, что где-то минус 10к Возможно, один из моих тиммейтов поймёт, что я имею под этим в виду И сейчас ворвётся на Джиггернаута Потому что он уже стоит за крайней стеночкой Когда Джиггернаут стоит за крайней стеночкой Это значит, что хп там у него, правда, не так много осталось Ну, брен, рельса, конечно Не совсем грамотно Когда так прилетает Ещё и с овердрайвом Когда ты пытаешься врываться Ну, давайте, в принципе, ещё 45 секунд имеется Поэтому шанс на врыв есть определённый И надо им пользоваться Надо им пользоваться, надо врываться И давайте сейчас попробуем как-нибудь вот так, наверное, заехать Джиггер сводится Не знаю, в ком он там сводится Ну, блин, очень много дэмэджа, друзья Очень много дэмэджа При том раскладе то, что я еду исключительно на Джиггернаута И не смотрю ни на один другой танк И когда столько дэмэджа начинает влетать Ну, грубо говоря, противник прикрывает своего Джиггернаута И не получается у меня особо ничего здесь сделать 10 секунд до конца Похоже, я даже просто Я просто не успею уже дотянуться до этого Джиггернаута Хотя, в принципе, может быть, ещё времени бы хватило бы Но Слить-то я его точно не успею Может, один танчик хотя бы здесь слить Ай, миллисекундочка Ну, ладно Первое место есть Немножко не повезло с крит ошибочкой И я думаю, что вот сейчас Сейчас та самая катка В которой всё должно получиться просто идеально И я надеюсь на нормальную карту Отличная карта Мой Джиггернаут? Ай, очень жалко, что не мой Джиггернаут Но карта, безусловно, очень крутая Очень крутая для данного режима И я думаю, что, в принципе Можно попробовать Сыграть более агрессивно Более агрессивно И за счёт этого уже поврываться Давайте я сейчас вот этого парня солью Может, поиграть немножко на киллы Чтобы мои тиммейты тоже поняли Что им надо немножко мне подстраховывать и помогать Потому что если я соло буду ездить на Джиггернаута Без овердрайва То ничего хорошего из этого явно не получится Ну, абсолютно, вообще никак Просто никак Как бы я бы не хотел Я в соло, ну, ничего здесь не сделаю Просто ничего Я, конечно, могу стараться Могу врываться Но если я буду делать всё это в соляндрочку То ничего хорошего из этого не выйдет Поэтому надеемся на то, что мои тиммейты сейчас начнут подключаться И я зайду сейчас с правого фланга А у него уже овердрайв есть Вот, блин Как же печально, когда ты катаешь в соло Вот, грубо говоря, такие катки Когда ты играешь в пати в Джиггернауте Ой, как же приятно это всё дело видеть Друзья Я думаю, что вы с таким тоже сталкивались Когда вы играете в соло То не так всё круто и получается Так, куда он поехал? Чё ты бегаешь от меня? Нет, я понимаю, что ты с овердрайвом Но зачем ты бегаешь? Или у неё нет? Нет овера? Серьёзно? У неё не было овердрайва? Ё-моё, я думал, что этот молодой человек играет с овердрайвом И у него он ещё есть А я его так быстро и просто слил Круто Круто, безусловно, круто, что я так ворвался Потому что сумел быстренько его Оприходовать, нагибать здесь В этом эпизоде игровом Отлично Отлично Просто шикарно Что я могу сказать? Просто шикарно, друзья Мне это очень нравится То, что я сумел так быстро ворваться Ну, а теперь, друзья Надо увеличивать А, увеличивать отрыв, я хотел сказать Тут наши вот джиггернауты уже нарез подправили Поэтому доброе утро Надо опять комбайчить Опять комбайчить баночки надо Давайте попробуем сейчас с Телсом зайти Возможно мне Ну, ладно, надо сначала этих смог слить Потому что если В этих ингибаторах не солью Потом они просто На подъезде к джиггернауту Начнут нагибать Ну, то, что он сейчас овер заберет Ооо, два овердрайва Я понял Ну, в очередной раз, друзья Добрый вечер За счет чего добрый вечер происходит, друзья? За счет того, что у меня просто-напросто Отлично Он сейчас на пять минут спал За счет того, что у меня хорек То есть корпус, откровенно говоря, легкий И когда ты едешь к джиггернауту Даже с большого расстояния, да То есть тебя откидывает просто как пушинку какую-то Ну, это ужас Это ужас определенно в какой-то степени Но ничего ты с этим поделать не можешь Да, можно сыграть там на жирном каком-нибудь танчике И там на таком расстоянии, скорее всего, тебя особо сильно не подкинет Но, так как мы выбираем быстрый, агрессивный стиль нападения на джиггернаута То определенно это не работает Так как мы хотим вместе с вами Поэтому давайте я просто Сейчас попробую его еще раз нагнуть Который только отреспался Боже, я ему фу баллон влил Минус 12 тысяч точно урона есть Минус 12 тысяч точно Возможно, даже больше я влил Там осталась, ну, просто копеечка какая-то Если бы хотя бы какой-нибудь бартовод просто вкинул бы туда урон Думаю, что можно было бы уже бы слить этого джиггернаута Притом он рассказывает, что он сейчас стоит В такой сейвовой позиции И джиггер просто свелся и слил Отлично Отличная работа тиммейтов Но печальная работа в том В плане то, что Меня продолжают фокусить И продолжают пытаться нагнуть Так, надо этого рисового сливать Было, конечно же Безусловно Три минуты остается до конца Джиггернаута в этой катке мы пока не видели Но сказать, что это плохо Ну, я бы не сказал В принципе Может и стоит нам покатать и на простом вооружении А не только поиграть на джиггернауте И показать, что вот такой крутой корпус Вернее, такое крутое вооружение имеется С дополнительными функциями С большим количеством хп И ты такой ездишь, нагибаешь А то, что так же можно взять Простую обычную хори-жигу Взять защитничка И показать, что это вооружение Ничем Абсолютно Ничем Хотел я сказать Не хуже джиггернаута Ну, за исключением того, что вот так вот Можно просто упасть в минус Ну и что за бред, блин Ох, как будто все овердрайвы Прожимаются исключительно на меня Вот у меня такое сейчас чувство То, что вот любой овер летит в меня А не в какого-то другого нагибатора Почему так? Почему вот Почему такая несправедливость, друзья? Почему? Что я сделал плохого этим Нагибаторам, что они фокусят меня? Я ж вроде их особо даже и не бил Что это? Чуть-чуть Пару тысячоночек урона внес всего лишь Да и все В принципе Джиггер там в минус упал? Или застрял? О, отлично! Минус, минус! Шикарно! Еще его и нагнули Нормально Главное, что его там немножечко поджег Мне дополнительный опыт дали И я безусловно рад Потому что я с него тоже поформил Что может быть круче? Давайте фармить джиггернаута Ничего, правильно Поэтому газуем на него же Еще минут 20 есть Давайте здесь объедем Немножко там траекторию сбивает Ничего страшного Давайте врываться Давайте врываться Давайте врываться О, сводочка Отлично Минус джиггернаут Ноль хп Ноль хп Просто ноль Просто ноль Зеро Зеро Ну, молодые люди Пожалуйста Пожалуйста Вот сейчас вам нужно ворваться Вам нужно помочь Помочь, друзья Помочь Джиггернаута Ноль хп Алло И никто не дает урон Мне в шоке Ну, как вы это делаете? Ну, ноль Просто ноль Триста урона оставалось Триста Я не добил урона Джиггернаута Появляются Стать в какой-то степени Подпишитесь на канал Подпишитесь на канал Безусловно, друзья Я уже не могу выговорить Данное слово Я не знаю Из-за чего Если у вас Кнопочка Подписаться Горит красным Сделать ее серым Мне будет Безусловно Просто максимально Приятно Если вы подпишетесь Ну, а с вами был Мистер Ваньков Всем, друзья Спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok